Девушки отдыхают И на мой взгляд он, а мы знакомы с 2005 года, безусловно яркий лидер, который делает все, чтобы его республика процветала, но прежде всего он любящий муж, заботливый отец, сын и брат. И поскольку в тех краях, откуда наш герой, не принято, согласно традициям, рассуждать о том, о чем мы обычно говорим в женском взгляде, о любви, о взаимоотношениях мужчин и женщин, отцов и детей, то наш герой еще и очень искренний человек, потому как решился поговорить о сокровенном. Девушки отдыхают Людям, которые я должен. И в том плане, что они помогли моему народу. Остальное, там, смерть настигнет нам, знаешь, мгновенно. Это у нас не будет спрашивать никогда. И поэтому в жизни я боюсь потерять честь и совесть и достоинство. В словах главы Чеченской республики Рамзана Кадырова нет излишнего пафоса. Понятия чести и справедливости прививаются каждому ребенку в чеченской семье буквально с пеленок. К детям относятся строго, а на мой взгляд, так даже сурово. Рамзан не был исключением. Он очень скучал по отцу. Но когда тот возвращался домой, Рамзан даже не мог с ним обняться. Я два-три раза, два раза обнялся отцом. Вот в жизни я, вот, у нас не принято это. Когда я вообще был маленький, он приехал, и, ну, все там, мои там, двоюродные брати, там, эти, обнимали. Я тоже, ну, я не знал, я тоже думал, что мне тоже это можно. Я подошел, у меня толкнул. И после этого, в 2003 году, или в 2004 году, один раз, в 95-м году один раз, вот, я помню, обнялся отцом. Со своими детьми, а эти кадры мы снимали в 2005 году, когда девочки были еще совсем маленькими, Рамзан общается иначе. Видимо, понимает, что все мы в этом мире не вечны, а детям так необходимо его тепло. Хотя, следуя чеченским традициям, он должен себя вести иначе. После жены, я никогда не сидел, вот, в доме, где жена, и я, там, знаешь, вместе мы, у нас не принято, когда дети заходят в дом, или они должны выходить, или я должен выходить, там, в комнату, ни одной комнаты никогда, мы не сидели даже. Рамзан женился на своей школьной приятельнице Медни в 1996 году. Мира на чеченской земле тогда не было, и молодожены испытали на себе все тяготы военного времени. Она никогда, вот, ни в чем даже, знаешь, вот, не мешала мне, она всегда была, знаешь, как нам было, не было трудно, вот, какие годы, первая компания, военная, вторая компания, вот, я не мог приезжать домой, ходил, никогда слова про это, она не сказала. Главное, что-то есть для нас, для детей, для матери, там, я знаю, что тебе трудно, если, да, я буду наделять тебя своими проблемами, там, знаешь, ныть, там, плакать, то это с ее стороны будет неправильно. Она всегда поддерживала, поддерживает меня, и я очень уважаю, это не каждая женщина дано, там, знаешь, и, зная мой характер, зная меня, она такая, ну, уникальная женщина в моем понятии. Я очень счастливая женщина, у меня очень красивые дети, умные, красивые и хорошие, меня уважающие, любящие. Но, так, все равно у нас так не принято, любящий муж. И я себя считаю очень счастливой женщиной. Медни родила Рамзану четырех дочерей и троих сыновей. Сыновей в семье Кадыровых, конечно же, ждали с нетерпением. Но и рождению дочек Рамзан был рад, потому как к женщинам у чеченцев особое отношение. Есть даже специальный праздник, который так и называется, День чеченской женщины. Не удалось на нем побывать. День чеченской женщины. В основу праздника положен исторический факт. Подвиг чеченских девушек, совершенный 14 сентября 1829 года. События, о которых идет речь, произошли в годы Кавказской войны. Утопающий в зелени садов аул Дадий Йорт был одним из красивейших на чеченской земле. Он славился храбростью и трудолюбием жителей, красотой, благородством и скромностью женщин. И вот теплым сентябрским днем отряды царской армии окружили мирное селение. Защитники аула мужчины проявляли чудеса храбрости, но царские войска были поражены отвагой женщин. Бесстрашные воительницы Айбика, дочь основателя аула Дадди Центароевского, Изаза, дочь Амара, с другими девушками песнями вдохновляли защитников селения, перевязывали раны и подносили боеприпасы. Выхватывая кинжалы из рук погибших мужей, они бросались на солдат и умирали на штыках. Оставшиеся в живых и захваченные в плен, молодые девушки во время переправы через Терек, не желая переносить унижение в плену, бросились в бурные воды, унося с собой своих конвоиров. Короче говоря, чеченских женщин отличает не только покорность и преданность, но и невероятная сила духа. Воспитанием девочек занимаются мамы и бабушки, мальчиков, отцы. Я редко вижу семью, но стараюсь, чтобы там, если даже не получается поехать домой, я их то на работу, то сюда, стараюсь с ним побольше общаться, чтобы знать, на самом деле полностью, если ребенку не дать правильное воспитание, то ребенок должен быть правильным, справедливым, честным. Ребенок должен знать, кто он на самом деле и откуда он, кому он принадлежит. Поэтому у нас проблема в семье, в том, что у них дяди нет родного, дедушки нет, поэтому стараюсь находить время, чтобы побольше мужское общение необходимое детям. Поэтому стараюсь так уделить внимание и говорю своим друзьям, если даже меня не будет, поезжайте там поговорить с ними, чтобы они не так сами. Мамины сыночки были, чтобы узнали, что есть жизнь другая. Самый младший у меня вообще просто такой. Ну, я так поняла, у вас очень строгий папа, или нет? Как тебе кажется, к кому он строже, к девчонкам или к мальчишкам? К девчонкам. Ну, например, что вот он требует? Учиться. А трудно учиться тебе? Удобно. А много задают домашних заданий? Нет. В классе сколько у тебя человек? Тридцать. Девочек больше или мальчиков? Девочек. Ты приходишь во сколько домой вот после школы? Два. И что дальше делаешь? Как твой день выглядит? Иду домой кушать, и уроки делать. А ты строгая мама? Ну, хорошо строгая, но нормально. Просто, если быть с ними немножко поласковая, они все равно дети же, дети. Иногда надо с ним быть построже, иногда можно баловать их, но редко только. А бабушка не такая строгая, как мама? Нет, бабушка очень хорошая у нас. Мама строгая, конечно, она должна быть строгой, а бабушка у нас хорошая, не ругает нас. Но иногда, когда надо, ругает. Так, очень хорошая бабушка. В общем, тыл у Рамзана Кадырова надежный, что позволяет ему на все 100, а чаще всего на все 200% выкладываться на работе. Конечно же, грандиозные перемены в Чечне, строительство жилья, детских садов, школ, больниц, спортивных учреждений, внедрение новых промышленных производств, связанные не с одним Рамзаном. Отец оставил ему главное богатство – верных друзей и единомышленников. У нас, как говорят, каждый чечнец генерал и герой, и обязательно он командир, поэтому есть очень много людей. Продолжение следует...